Те, кто памятает 90-е годы минулого сагодия, памятает на пыльную и практически полную отсутствие на полициях продуктов ухарчевания. Зараз ситуация принциповая иншая, на быть можно усе, что пожадаешь. Але такая разностайность может створать и пыльные ризыки, особливо успякотные на дворе. Медики свержают, вероходность захворывания на вострах кишечной инфекции у такие дни повеличивается в разы. У нечем виноваты и сами грамадяне. Некто не выкористовывает для захования ежих холодильники, некто игнорует термичную працовку. Ещё одна проблема – уживание продуктов, термин заховывания этих закончился. Причем, на быть такие продукты сегодня можно и у крамок. Стикерами наверх продукции, где срок производителем установлен, наклеиваются предприятиями торговли, свои уже сроки, соответственно, продлённые, мы наказываем по этим нарушениям довольно жёстко. В учреждении этого года санитарная служба проверили 850 объектов Ганлю и в 88% нашли порушения. 17% от огольной колькости – реализация непрогодной для уживания продукции, а ли на первом месяце порушения, яке выкликаны спякотным надворием. 27% мы фиксировали это по условиям хранения и реализации. То есть несоблюдение температурного режима, прежде всего, недостаточность или холодильного оборудования, или же их неэффективная работа, или же температура в помещении несоответствующая. Только в учреждении этого года с товарозвороту выведено омарь 1,5 тонны неякостной харчовой продукции. По причине не задовольняющегося санитарного стану, в целом по области припоминена эксплуатация больше 100 объектов. Правда, зачинялись и наизвычайно не больше к на сутки для проведения генеральной уборки. У лабораторий Хакоминского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья сегодня могут проверить продукты по маль пятистах микробиологичных, физико-химичных и радиологичных показчиках, а тому тут добро ведут реальную ситуацию. Усу визит с чым, раючь завсёды звертать увагу на якость продукции, якая набывается в объектах гандлю, и полностью выключить набыть тёх же каубас, сыроучи, сухофрукты уз рук. Казать об заховании такими гандлерами, хоть неких санитарных потребований, особливо успякотным надворием, увогу ли не приходится. Были несоответствия как национальных санитарных норм и правил, так и технических регламентов Таможенного союза. Основные несоответствующие результаты были получены по микробиологическим показателям. Это обнаруживались бактерии группы кишечной палочки, плесени, такой продукции, как бульоны быстрого приготовления, сухофрукты. По физико-химическим показателям, таким как консерванты, у нас были несоответствующие результаты получены по кондитерской продукции. Олег Синтеров, Дмитрий Родзянко, Телерадо и компания «Гомель». Синтеров, Дмитрий Родзянко, Телерадо и компания «Гомель».